В этом году на водоемах Саратовской области утонули 30 человек, из них два ребенка. Пик гибели людей наблюдается сейчас, в самый разгар купального сезона. Только за две последних недели утонули 9 человек. В основном трагедии происходят на несанкционированных пляжах. Сотрудники МЧС отправились в рейд по любимым местам купания саратовцев, чтобы предостеречь и дать рекомендации. Что из этого вышло в материале Елены Губенковой? Заправка нефтяного судна происходит, да? Возможен пролив нефти. То есть, будет здесь пятна нефти плавать, да? Нефтеналивное судно отходит от причала, тут же перед ним люди купаются. Это не просто вне закона, но еще и опасно для жизни. Несанкционированный пляж жители заводского района устроили прямо в месте заправки нефтяного судна. Они здесь не только загорают, но и купаются. Знаете, что здесь купаться запрещено? Зато не нельзя, под этим пляжем нельзя. Где можно купаться? Скажите, куда мы должны пойти? Сотрудников ГИМС здесь встречают с опаской. На рекомендации не купаться в этом месте реагируют с агрессией. Оно и понятно, говорят инспекторы. Такое происходит каждый год. Пляжей в Саратове не прибавляется, а значит и терпению. Людей остается все меньше. У жителей просто нет мест, где они могут без опаски отдохнуть у водоема. Неужели я поеду с увека, здесь будет все закрыто. Я поеду с увека, вы мне предлагаете ехать куда-то. Куда мне ехать? Это объясняет про городской пляж, который под мостом находится. Про городской. Я даже там ни разу не была. Купаются где ближе, а о безопасности не задумываются. А надо бы, говорят инспекторы. Одно дело, когда взрослые прыгают в воду, не боясь, что на дне окажется какой-нибудь предмет. Другое, когда детям позволяют купаться на несанкционированных пляжах. Здесь много критериев, которые относятся к опасным моментам. Это такие вещи, как затопленные баржи, которые там у нас железо. Все что угодно. И что самое интересное, у нас взрослые ведут туда детей, осознавая полностью, беря на себя всю ответственность. Сегодня единственный метод борьбы с такими пляжами – штрафы. Но они не настолько большие, чтобы отпугнуть отдыхающих. От 100 до 500 рублей. Да и не всегда этот метод применяют. Часто проверяющие ограничиваются предупреждением, поскольку сами прекрасно понимают – купаться в Саратове в самом деле негде.